Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, с вами «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс» и Роман Дусенко, и у меня в гостях замечательный шалат Никита Непряхин. Никита, привет, доброе утро. Доброе утро. Большое тебе спасибо, что ты согласился, причём у нас с тобой так всё спонтанно, а ты можешь, а приеду, а я прилетел и успею. Класс, спасибо тебе. И самое главное, я встал, это большой подвиг, ничего не соображая утром, вообще. Вообще, это вот прям такой стиль жизни, что ты не можешь утром встать. Сова. Сова. Ну, я не верю, на самом деле, что есть такое жёсткое деление, кто-то там сова, кто-то жаворонок, но мне кажется, просто ритм жизни такой. Представь, мы с тобой люди свободной профессии, а представь, если ты такая ярко выраженная сова, и тебе прям в 9 утра на работу, совещание, ВКС и так далее. Да, я так жил долгое время, понимаешь, и в компаниях, где в 9 утра начинались, например, тренинговые программы, а значит, ты должен в 8 утра быть на площадке, а иногда тебе 2 часа добираться, а ещё час нужно собрать. Короче говоря, тёртые калачи готовы, но всё равно утром тяжело. Ты много летаешь сейчас? Сейчас меньше стараюсь, в основном у меня идут только гастроли, когда открытые мероприятия. Мне кажется, это важно не только в Москве работать, я знаю, что просто есть ряд людей, которым нужна моя помощь или интересна моя тема, или они хотят углубиться в это направление. И я рассматриваю гастроли в регионы, это скорее как такую социальную миссию. И ты встречаешься, с ними помогаешь, работаешь. От корпоративных тренингов я сейчас в регионах отказываюсь, в основном только в Москве. Ну что, уже тяжеловато. Стареем. Слушай, скажи, пожалуйста, вот часто, знаешь, в последнее время я даже буквально вчера выступал перед одной компанией, они говорят, ну как вас представить? Я говорю, ну бизнес-тренер, ой, нет-нет-нет, слово ругательное. Я говорю, что ж такое, что с профессией стало? Почему вдруг бизнес-тренер стал ругательной профессией? Мне кажется, вот наша задача показать, наоборот, что это престижно, что это классно заниматься тем, чем мы сделаем. Ведь ты же счастлив в своей работе. Я счастлив и одновременно испытываю дискомфорт, откровенно говоря. Почему? А я объясню, я согласен полностью, профессия бизнес-тренера очень сильно дискредитирована, и, признаться честно, я сейчас не называю это слово в своём представлении. А как ты представляешься? Ну, я по-разному могу, в зависимости от контекста. Понятное дело, что если я выступаю перед читателями своих книг, ну всё, я писатель бизнес-литературы, занимаюсь нон-фикшеном. Если я выступаю с какой-то темой, например, по критическому мышлению или по когнитивным искажениям, то я говорю, я исследователь этой темы, или я владелец школы критического мышления, или так далее. Дело в том, что, ну действительно, во-первых, мне очень обидно не называть свою профессию, потому что я этой профессией обладаю, владею профессионально, я обучался андрогогике, у меня педагогический стаж, у меня есть профессиональное образование в России за рубежом. Мы поняли, что ты говорил об обучении взрослых. Взрослых, да. Именно обучение взрослых. Но ты же понимаешь, что сейчас любой человек… Может назвать себя бизнес-тренер. Да, бизнес-тренер. А что он там говорит, какую ахинею несёт, есть ли там методология, вообще он понимает ли сам смысл обучения. Там предмет-то да ладно, он может чем-то владеть, но я не очень понимаю, как можно назвать себя условно бизнес-тренером, не имея какую-то определённую базу. Это всё равно, что я выйду и скажу, вы знаете, я очень хороший человек, я хочу быть педагогом для детей. Ну да, идите поучитесь в педагогический институт, а потом уже получим. Слушай, классно, я не случайно задал такие вопросы, знаешь, я уже три года тоже пытаюсь исследовать тему менеджмента. Именно эффективное управление людьми. Я приглашаю разных-разных людей для того, чтобы мы все время выбирали разную тему. И у нас, знаешь, так принято, эффективность через. И человек приходит и говорит, вот я выбираю лучшую тему, которая мне нравится больше, через корпоративную культуру, через коучинги, через общение, в общем, через систему целей. В общем, много-много всего, и я понял, что ответа на этот вопрос нет. Он настолько многогранен, настолько глубокий, что, можно говорить, бесконечно. Сегодня мы говорим вот о чём. Так как мы с тобой говорим, что ты исследователь разных тем, и я спросил тебя, представь, вот если бы ты был руководителем. Вот руководители, менеджеры, генеральные директора, собственники, они в целом как бы вовлечены, если ты вовлечён в управление, значит, ты менеджер. И вот как человеку любить свой бизнес, свою профессию и в то же время быть эффективным менеджером? Ведь это иногда несопоставимые вещи, а иногда это одно продолжение другому. Вот то, чем ты занимаешься, то, что ты делаешь в области исследования коммуникации, ораторского искусства, в том числе манипуляции, хотя мы не говорили, что не очень любим этим, но всё равно, является составляющими инструментами менеджера в области управления людей. То есть от одного человека к другому передаётся какое-то управленческое воздействие. Вот как ты вообще относишься к менеджменту? Есть ли он в твоей жизни? Где? Как мы можем интересные самые моменты сегодня пообсуждать? Ну, менеджмент, я знаю, не понаслышке, я тебя удивлю в этом плане. Ну, во-первых, корпоративная практика моя. Я долгое время возглавлял корпоративные университеты крупнейших EMCG-компаний. Это очень сложная задача. То есть ты прямо в штате работал, ин-хаус, руководителем корпоративных университетов? Слушай, я построил всю карьеру. Когда-то я работал мерчендайзером, торговым представителем, супервайзером. То есть ты прямо реально знаешь всё, что там делаешь? Ну, естественно. А как же я могу обучать, если я не знаю, что изнутри? Конечно, я прошёл всю карьерную лестницу внутри корпорации. Недолгое время я возглавлял корпоративные университеты. Это прямо такая вот серьёзная работа. Когда у тебя... Настоящая работа. Настоящая работа, когда ты должен в 9 прийти, когда у тебя стоит KPI, у тебя есть кабинет, у тебя даже есть водитель, у тебя огромный штат. Это зависит от компании, конечно. Сейчас я владелец трёх бизнесов, но этот бизнес, он связан именно в сфере обучения. То есть все три – это именно в области обучения? Да. Ну, смотри, то, чем я горжусь, это компания «Бизнес Спич». Мы сейчас являемся лидером консалтинговых услуг в области коммуникативной компетенции. И вот на этой, кстати, неделе, в субботу, мы будем отмечать трёхлетие компании. Что делает эта компания? Чем вы конкретно занимаетесь? Это консалтинг, это обучение крупного бизнеса, и мы обучаем коммуникации. То есть мы, знаешь, мы не занимаемся всем подряд. Топов, собственников, кого, как и чему вы их учите? Ну, это разные истории, потому что здесь скорее нет такого деления, что ребята, мы премиальная история, мы только для собственников. Нет, такого не было, но это неправильный подход. Тут скорее от темы зависит, безусловно. И если мы говорим о том, что, допустим, у нас есть программы по публичным выступлениям, все приходят кому нужно публичное выступление. То есть открытые программы и корпоративные? Ну, в основном это корпоративные программы. Я могу сказать честно, что так устроен наш бизнес с тренинговой в России, что открытые программы, они, во-первых, сложны организационно. Да, это точно. И, во-вторых, они чаще всего не слишком рентабельны. Да, экономически провальны в большей степени. Ну, нет у нас такой культуры пока, что каждый готов заплатить какую-то денежку за себя. Но это какие-то точные истории, мне кажется, скорее… Рынок растёт, люди стараются, но сейчас массовой истории такой нет, как в Штатах, например, или в Европе. Смотри, я не могу сказать, что у нас нет такой культуры. Давай будем объективны. Денег сейчас в стране нет. Их вообще нет. И поэтому человек, когда он думает, куда ему пойти, за 20 тысяч на тренинг или за 20 тысяч отложить на что-то… Пять раз по 20 уже поездка куда-нибудь. Да, конечно. Поэтому тут скорее вопрос, что люди готовы обучаться, когда компания за них платит и инвестирует. Вот в чём история. Поэтому смотри, мы разные абсолютно занимаемся задачами. И мы вот за 3 года действительно выросли в лидера консалтинговых услуг. Сейчас это такая большая команда, у нас в Штате 40 человек. Это тренеры, методологи, маркетинг. То есть полностью компания, которая… Какой наиболее частый запрос к вам приходит от менеджеров? Мы попытаемся заодно сейчас вытащить вот эти темы. Что волнует менеджмент? Ну, смотри, есть очень такой хороший тренд, который меня радует. Этого тренда точно не было в мою корпоративную практику. Сейчас, во-первых, компании действительно не готовы проводить тренинг ради тренинга, как это было. Ну, например, я вспоминаю свою корпоративную практику, признаюсь честно. Например, ко мне приходит топ-менеджмент и говорит, Никита, мы хотим тренинг по развитию харизмы. Я говорю, ребят, ну это, наверное, пустое вложение денег. Нет, давай. Сказали, надо, значит, проводи. И ты вот как бы сиснув зубы, проводишь какой-нибудь там условный тренинг личностного роста. Нет, они бывают эффективными. Но ты точно знаешь, что в этой ситуации для этих людей, в этом контексте, это не будет работать. В данный этап развития компании. Ну, окей, деньги были, и как бы почему бы нет, мы не даём компетенцию, мы не улучшаем навыки, но считалось, что мы можем тем самым моральный уровень поддержать, замотивировать и так далее. Сейчас этого уже нет. Это тоже важно иногда бывает. Да, но смотри, уже компании не готовы. Уже за это не платят. Нет, конечно. И даже если это крупные гиганты невероятные, типа Сбербанка, Норильского Никеля, Сибура, Газпрома, сейчас каждый абсолютно элемент обучения, он обязательно оценивается, что, зачем, для чего. На самом деле, меня это радует. Это классно. Да, потому что, с одной стороны, безусловно, сокращение рынка происходит, это 100%. Вымывается. Я могу сказать, что общаясь, у нас есть такие тусовки, где собираются собственники всех крупнейших тренинговых компаний и руководители корп-университета. И мы раз в год едем куда-то за границу, и на 4 дня мы обсуждаем, что в рынке происходит. Через 2 недели мы в Стамбул полетим опять вот этой большой компании. Все говорят, корп-университета говорят, денег нет, тренинговые компании говорят, прибыли падают. Ну, в общем, что говорить, я не буду сейчас говорить о том, что, господи, там, встаем с колен, все у нас хорошо. Реально происходит стагнация. Это факт. И какой же все-таки главный запрос? С чем приходит сегодня бизнес? Да, смотри, и как раз перехожу ко второму моменту. Значит, мы выяснили, что первое, то, что они реально отслеживают результаты, а второе, мы сейчас делаем в основном большие комплексные программы. То есть, вот этот формат двухдневного тренинга, он немножко отходит на второй план. То есть, получается, всплеск и затухание никого не интересует. Нужна постоянная такая пирамидка, хоть и падение, но постоянное передвижение. При этом даже не просто пирамидка, а эта пирамидка должна быть методологически выведена. Простроена. Да. И смотри, когда мы предлагаем, например, какую-то программу заказчику, мы не просто делаем презентацию, типа, ребята, у нас будет 12 модулей, сначала сделаем вот это, потом вот это, а завершим вот ещё чем-то. Нет, там вот такой вот будет толстенный мануал, который прописывает отдел методологии, где прописывается всё, что на входе, что на выходе, как будем измерять, для чего, какие бенефиты. Это отдельная наука под названием методология андрогики, которая как раз вот это всё скрывает. Так что это реально хороший момент, возможно, нам нужно это пережить, когда отсутствие денег отбрасывает какой-то плохой продукт и оставляет только качество. И всё же запрос, тема, с чем приходит? Смотри, я не могу вот так объективно говорить о том, какая сейчас тема номер один, трендовая. Сейчас объясню почему. Ты видишь, мы занимаемся только коммуникативной компетенцией. Мы не занимаемся бюрюзовыми организациями. Да-да, вот именно в рамках твоей работы, с точки зрения коммуникативной компетенции, что хотят? Есть однозначные тренды, кое-какие темы прям вот выходят в топ. Во-первых, это тема командной коммуникации. Наконец-то компании понимают, что условного классического тренинга по теории коммуникации и командообразования недостаточно. Они хотят понимать, как на уровне алгоритма, системы, фундамента взаимодействует команда. Это очень круто, потому что это отдельное направление, которое как раз изучает социальная психология. И это вообще другой мир. Социальная психология вообще рулит. Да, это правда. Ещё очень такой тренд мы видим, который меня радует. Люди делают большой акцент в сторону обратной связи, в сторону экологичной коммуникации. И, например, если раньше, ну я же темой манипуляции занимаюсь не первый день, да? Если мы вспомним, например, семилетнюю практику запросов. Эксплуатация подчинённых. Во-во-во-во-во. На гнивые сделаем. Да-да-да. Именно так. У меня каждый второй запрос был такой. Мы знаем, что ваша программа по противодействию манипуляциям, а нельзя ли нам в обратную сторону рассказать, как наоборот манипулировать? Сейчас вот этого нет. Это хорошо. Что произошло? Людей сознание поменялось? Ну, я думаю, что, во-первых, да, а во-вторых, наверное, результат они увидели своих вот этих идей и вот эти все жёсткие переговоры. Не в смысле жёсткие, когда у нас накал страстей и жёсткий торг, а когда прям деструктив, нагнуть, надавить. Это приятно, на самом деле, что происходят изменения. Ну, слушай, рынок реально становится более осознанным. Ещё раз повторюсь, это из-за того, что нет денег. Поэтому все начинают думать. Думать. Думать медленно, думать взвешенно. И прежде чем что-то генерировать, во что-то вкладывать, они 10 раз подумают. Супер. Смотри, у нас получается с тобой очень классная как раз вот затравка как раз. Командная коммуникация, экологический менеджмент. Это твоя первая компания. Ты сказал, у тебя их три. Вторые тоже как-то связаны с корпорациями? Две, вторая и третья. Да, вторая компания называется «Школа критического мышления». Это мой стартап, самый последний. Конечно, она не сравнится по масштабу с компанией «Бизнес спич». Мы только начинаем. Какая идея там заложена? Идея очень простая. Это компания, с одной стороны, коммерческая. То есть, мы хотим получать прибыль, но пока мы находимся на этапе социальной миссии. У меня сейчас задача – это популяризация критического мышления. Что это такое? И вот с точки менеджмента опять, попробуй объяснить. Слушай, это вообще ключевой навык. И вот если мы продолжим вот эту триаду, какие запросы. Я уже сказал, первая – командная коммуникация. Второй запрос – это сторона экологичности. Критическое мышление. Третий запрос – это критическое мышление. Значит, смотри, есть очень прикольные исследования Всемирного экономического форума, которые говорят, что есть определенный топ навыков, который будет востребован в 2020 году. Можешь сказать? Конечно. Пусть наши твари слушают. Это было сделано в 2005 году, то есть это был такой прогноз на 15 лет. И он сбывается. И он сбывается удивительным образом. Значит, давай я просто вот некоторые аспекты скажу, даже вот топ-3, что, по мнению довозских специалистов, будет эффективно. Значит, компетенция номер один – это complex solving problem. Если переводить по-русски… Уменивающие проблемы. Это действительно очень важная тема, потому что, если говорить про главную парадигму менеджмента, мне кажется, это и есть решение. Абсолютно. Что должен менеджмент. Состояние неопределенности, информация, и проблема комплексная всегда. Супер. Особенно, когда, знаешь, комплекс, а при этом существует нехватка времени. Да, и денег, и ресурсы. И денег, и ресурсы, и нехватка информации. Второй момент – это критическое мышление. Critical thinking. Да, как раз это знаменитый critical thinking. Сейчас я расскажу, что это такое. Давайте с триадой закончим. Третья компетенция – это креативное мышление. Вот как бы вот эта тройка, которая будет наиболее актуальной через год, условно говоря. Давай быстренько сейчас схлопнем. Вот у нас есть с тобой три и три. Получается, у нас есть командная коммуникация, как один из… Я просто тему, чтобы мы ещё успели чуть-чуть поднять. Экологичная коммуникация, критическое мышление. Критическое мышление есть и тут, и тут, а вот решение комплексной проблемы креативное мышление нет. Я сейчас объясню. На самом деле, никакого противоречия нет. Нет, не противоречия. Давай просто вот очень важно, если вот, например, мы нарисуем портрет менеджера. Да. Вот его, давай вот это расположим в процентном соотношении, например, подалим. Сколько у него должно быть вот в его коммуникации? Что он должен иметь в этом отношении? Хотя бы вот самые простые вещи. Вот командная коммуникация, вот это что вообще? Если вот так чуть-чуть сейчас спустится. Я понял, да. Это будет не совсем корректно в процентах это дело. Ну, хорошо. Потому что я не знаю, сколько я должен иметь командой коммуникации. Смотри, давай я прежде всего объясню вот этот довоз, потому что это важно. У нас нету здесь противоречия, потому что мы, например, в школе критического мышления, под критическим мышлением понимаем в том числе и critical thinking, и креативность. Что такое креативность? Потому что для меня креативность – это, по сути дела, когнитивная гибкость. Поиск решений. Это поиск альтернативных решений, out of box. Поэтому для меня это внутри критического мышления. Но это близко и к комплексному решению про да. Это всё, это является инструментом решения комплекса. Поэтому смотри, вот в этом плане мы действительно в тренде. Почему я год назад открыл школу критического мышления? Потому что вот эти первые топовые науки. Ты сам преподдаёшь в ней? Слушай, у меня большая команда. Во-первых, у меня команда методологов очень крепкая. Они работают на все три твои компании, да? Нет, нет. Почему? Бизнес, спич, там есть свои специалисты. Отдельно взятые специалисты. В школе критического мышления, другие специалисты. Это моя большая гордость. У нас все преподаватели – это преподаватели и люди из науки. У меня нет самодеятельности там. Я просто сейчас, только до меня сейчас стало доходить, когда мы говорим, Никита, имеешь ли этот же комплекс? Так ты вообще, у тебя холдинг, и ты каждый день думаешь о том, что людям надо заплатить зарплату, тебе надо им управлять. Ты есть сам менеджер, то есть мы можем говорить о тебе как в двух сторонах. Ты и о том, как учить, и как это ты используешь. Слушай, мне вообще странно, как можно учить тому, чего ты не делал. Ну, как я могу рассуждать про управление людьми, если я не управлен? Конечно, я собственник компании, я генеральный директор, я бухгалтер в некоторых компаниях. Я все это понимаю, я воплачиваю зарплаты, и после этого я пойду в налоговую, после нашего того, поэтому мне все это знакомо. Значит, понял, да? По поводу критического мышления мы смотрим шире. Давай я дам определение, что это критическое мышление. Это, мне кажется, будет важно и полезно. То есть, смотри, мы можем критическое мышление очень просто разбить на четыре основные компетенции. Что должен делать человек или кто такой критический мыслящий человек? Первая компетенция – это умение работать с информацией. И когда мы говорим про умение работать с информацией, мы сюда включаем такие важнейшие скиллы для менеджера, это как анализ и синтез. То есть, менеджер должен уметь работать с информационным блоком. Он должен понимать, что общее, что частное. Из каких элементов состоит. Дедукция, индукция. Да, дедукция, индукция. Как это взаимосвязано. Понимаешь, да? Я могу сказать, что, к сожалению, у нас менеджеры элементарно с функцией анализа не справляются. Входной тест. Есть какой-то? То есть, я прихожу, и у тебя твой уровень критического мышления на такой. У нас есть бесплатный тест. Более того, если зайти, например… Давай в наших соцсетях разместим. Да, criticaldeficinking.ru, там есть прямо вкладка тест 26 вопросов. Это будет занимать где-то от 25 до 40 минут выполнения, в зависимости от времени. И тест дает процентный показатель, сколько непосредственно процент составляет от идеала уровень критического мышления. Итак, первая компетенция – умение работать с информацией. Это очень важно. Информационных потоков у нас сейчас столько, что менеджер, который не понимает, как отсеивать лишнее, где факты, а где фейки, где мнение, а где фактология, где причина, а где следствие, где посылка, а где вывод, что первично, что вторично, он всё, тонет. Вторая компетенция, которая составляет вот этот метакомплексный навык под названием критическое мышление – это умение находить ошибки и несоответствия. И это как раз такая важная штука для коммуникации, когда ты можешь в словах, в речи, в тексте обнаружить нестыковки. Подожди, тут у тебя не сходится, тут связи нет, тут одно из другого не вытекает, тут ты сам себе противоречишь. Это очень важно. Это по риск менеджменту такой, получается, оперейшн риск менеджмент. Конечно, по сути дела, да. А мы не сможем никогда не делать точные прогнозы, мы не сможем выдвижать гипотезы, мы не можем делать ни планирование, ни промежуточный контроль, если мы не можем разобраться, что является корректным, а что некорректным. Где логика, а где нет логики. Да, наконец-то, действительно, где правда, а где ложь. Третья компетенция – это умение обосновывать свои выводы. Это, по сути дела, навык аргументации, которым я занимаюсь в 15 лет. Всё-таки моя главная тема, моя визитная карточка. Ты его сюда положил как фундаментальную вещь. Да, да, да. Мне очень легко вот этой темой заниматься, потому что за спиной 15 лет занятия этой темы, 7 книжек по этой теме, огромный педагогический стаж, поэтому… У меня ребёнок любит вот эту книгу, которую ты нам подарил, «Аргументируй это». Она светная, яркая. Он её тогда, ему сколько, мы встречались года 3 назад у тебя в программе, да, 4, может быть. И вот с тех пор он её там периодически почитывает. Это очень хорошо. Да, сам по себе. У твоего ребёнка очень хороший вкус, надо сказать. Спасибо. Ну и, наконец, вот давай представим, чтобы сейчас было просто. Вот представь, ты менеджер, я тебе даю какой-нибудь аналитический документ, значит, ещё раз прям смотрим. Я его беру в руки, я должен его прочитать. Первая компетенция – уметь работать с информацией. Значит, вторая компетенция – я должен найти эти несоответствия. И третья компетенция – я должен аргументировать инвесткомитету, собственникам, там, я не знаю, коллегам сказать, ребят, вы вот здесь вот сделали не так, потому что, потому что, потому что. Или я считаю это некорректным, потому что раз, два, три и так далее. И четвёртая компетенция как раз связана с этим комплекс solving problem – это умение всё это интегрировать в бизнес-практику. И мы как раз в школе критического мышления и учим тому, что слушай, чувак, у тебя всё замечательно, у тебя хорошие показатели по тесту, но чего ж ты тогда бедный такой, если ты такой умный. И вот мы как раз переводим все эти знания, знания из фундаментальной, формальной логики, теории аргументации, понимания когнитивных искажений в бизнес-практику. Вот тебе, чувак, кейс, ну-ка будь добр, реши. Сколько времени вот человек, ваша программа там, они занимают вот это? Базовый курс у нас полтора месяца идёт, да. И это, повторюсь ещё раз, чтобы сейчас не думали, что это какая-то наглая такая реклама, я повторюсь, что это социальная. Вот на данный момент это социальная миссия, пока мы ничего на этом не зарабатываем. Да, идут потоки, они идут успешно, но просто себестоимость самого курса такая высокая. У меня там преподаватели, ну, каждый из которых, ну, не самый дешёвый спикер, да. Они не только у тебя работают или ещё где-то? Ну, слушай, там есть очень известные имена. Там, например, у меня преподаватель в школе критического мышления Ася Казанцева. Это один из самых известных популяризаторов науки. Или, например, Александр Панчин, кандидат биологических наук, автор книг многих. Он является членом комиссии по борьбе со лженаукой Российской академии наук. Методолог, ведущий нашей компании. Это один из самых крепких логиков и философов. Он кандидат философских наук. Короче говоря, все преподаватели – это либо преподаватели высшей школы экономики, МГИМО и МГУ, либо это люди с таким научным бэкграундом. Ну, в общем, короче говоря, реально. Вот если бизнес-спич – это такая ориентация на бизнес, да, это всё бизнес-практики, то школа критического мышления – это такой, знаешь, маленький университет. Вот хотел задать вопрос, ты прямо вот мне сейчас подтолкнулся. Отлично, что ты показал. Вот сегодня мы живём в парадигме. Я знаю, что мне это сейчас пригодится, я это хочу купить. Это, например, бизнес-спич. Вот мне прямо сейчас это надо, уметь решать эти вопросы, строить команду, давать обратную связь. А есть несколько завтрашних вопросов, вот critical thinking. То есть я вроде как бы им тоже сталкиваюсь сейчас каждый день, но я не осознаю, у меня потребность в нём не настолько глубоко сформирована, сколько сформирована к этому. Какой бы ты совет дал, вот я сейчас вот так скажу, зайду с этой стороны, собственникам крупных компаний отдельно и малого и среднего бизнеса, потому что они в основном являются нашей целевой аудиторией, я часто перед ним выступаю. Это вот те люди, которые реально делают бизнес. Им сейчас на что обратить внимание? Стоит ли им уже сейчас задумываться об этом, о том, что наступит завтра, грубо говоря, здесь вот топ-3 доводских форумов? Или всё-таки пока решать вот эти вот проблемы, которые сейчас здесь? Ты знаешь, наша самая главная проблема, это в том, что у нас, я это называю белые пятна на карте, ты никогда не задумывался, если мы проанализируем историю, да и вспомним, в какой-то момент было невероятное величие Азии, помнишь? Все цивилизации. Ну, империи, бумага, Китайская империя. Да. В общем, в какой-то момент, это была середина XVIII века, там чуть ли не 80% всей экономики крутились вокруг как раз азиатских государств. Это, наверное, 17-е, это Инди и специи, этот Инди-шёлковый путь, всё оттуда, да. Ну, смотри, я как бы не историк и не претендую на какое-то там глубинное понимание, но знаешь, я в какой-то момент задумался, а почему вот в какой-то момент у нас был расцвет азиатской, восточной цивилизации, а Европа-то варварская была на самом деле. В то время ещё в лаптях ходили, мы-то вообще уже там по степям ещё были. Да, и вот возникает вопрос, почему в какой-то момент Гумилёв сказал, что это пассионарность, пассионарный взрыв. Да, у меня есть своя версия, согласен абсолютно с Гумилёвым, но вот задумайся тоже над моей идеей, мне кажется, она имеет право на существование. Мне кажется, на самом деле, главная причина всего этого, вот этого расцвета европейского, это наука, сейчас объясню, что я имею в виду. С расцветом европейской цивилизации связан принцип в науке, он называется игнорамус, это по-латыни. Что означает этот принцип? Этот принцип говорит о том, что если наука должна развиваться, она должна признавать, что она чего-то не знает. И вот смотри, почему я называю это белые карты или пустые места на карте. Знаешь, как рисовали карты в восточной цивилизации? Они из центра себя помещали. Они, во-первых, помещали себя в центр, а во-вторых, если они не знали какие-то места, там, наоборот, не было белых пятен. Они не рисовали этого. А мы, наоборот, рисовали. Китай. Да. И всё. Они не хотели понимать, что там происходит. В Европе с расцветом принципа, ещё раз скажу, это игнорамус, это наука. Наука настояла на том, что, например, возьмём узкую историю с картами. Если ты исследовал свой регион, зарисуй его. Но если ты не знаешь, что за пределами твоего региона, ты не должен обрывать карту. Ты должен поставить белое пятно. И это белое пятно стимулировало людей осуществлять экспедиции, походы, мореплаватели. И именно с принципом игнорамуса, именно с принципом белых этих пятен на карте начинается расцвет Европы, и начинается экспедиция, покорение Америки, колонизация, захват. Понимаешь? Да. Очень интересно. Это моя позиция, мне кажется, что у каждого человека должен быть игнорамус. И я не хочу давать советы, типа, ребята, посмотрите на рейтинг Давоса, вы видите, креативное мышление, оно важно. И все такие, раз, и пошли заниматься креативным мышлением. Да чушь всё это. Получается, мы с тобой должны им просто помочь найти зоны своего развития. Даже не мы с тобой. И я вообще не хочу этим заниматься, я хочу решать их проблему. А проблема должна рождаться изнутри. Изнутри. Поэтому я за некую такую сознательность. Если ты менеджер, если ты хочешь быть конкурентоспособным. На рынке. Если ты хочешь развиваться. А менеджер – это как раз именно та профессия, которая требует постоянного развития. Не все так думают, не поверишь. Слушай, я это знаю. Но нас слушает наверняка довольно сознательная аудитория. И я всё-таки рассчитываю. Ещё раз напоминаю. Ребята, я могу быть, например, хорошим специалистом в своей отрасли. Знать своё дело досконально. И у меня нет такой стратегической задачи постоянно, перманентно развиваться. А у менеджера такая задача есть. Если ты не будешь постоянно учиться – не получится. Поэтому смотри, резюмирую всю эту историю. Причём здесь Азия, расцвет Европы, Игнорамус, Белые карты и человек. Я за саморефлексию. Я за то, что менеджер без всяких там коучей, тренеров или что-то ещё должен оглянуться внутрь себя без всяких рейтингов и задаться простым вопросом. Что я делаю хорошо? Что у меня не очень получается? Каких инструментов мне не хватает? А уже мы можем помочь эти инструменты обозвать правильным словом и сказать, слушай, чувак, вот этот инструмент называется когнитивная гибкость. Пройди это, 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 почитай это, это. А вот это называется и так далее. Я вот, знаешь, я абсолютно с тобой согласен. Но каждый день, общаясь с реальным менеджментом, я понимаю, что не той водой из кулера их поют. Где, понимаешь, вирус осознанности, которым мы хотели бы, чтобы они проснулись, но его нет. Тотально, глобально, всепоглощающий. Да и Бога ради. И хорошо. Понимаешь? Потому что смотри, это, ну, это же закон жизни. У меня не могут быть все гениальными, иначе это гениально стирается. У меня не могут быть все осознанными, иначе тогда сам фактор осознанности пропадает. Это нормально. Да. Это норма. Кто-то развивается, кто-то нет. Ну, не надо утопично так говорить, что надо всех тряснуть. Это нормально. Кто-то живёт в своей вот зоне, и ему кажется очень хорошо. Но я там ответил на твой вопрос. Да. И говорю о том, что не надо ориентироваться на рейтинги. Сегодня рейтинг один, завтра другой рейтинг. Не все исследования валидные. Но надо понимать, что тебе не даёт возможности развиваться. Слушай, скажи, пожалуйста, несколько слов про коммуникативные модели. Ты мне их сказал в начале, ты предупредил, что по радио их трудно писать. Ну, хотя бы что это вообще? Да, расскажу. Значит, лайфхак. Да, такой инструмент. Значит, я думаю, мы поговорили про критическое мышление. В общем и целом, я думаю, что… Все, кто захочет, смогут найти дальше информацию. Да, тест можно пройти, посмотреть. А курс полтора месяца длится? Да. Это каждый день надо ходить или что? Нет, нет, нет. Это два раза в неделю, но при этом есть домашние задания. Пару часов сколько там, да? Вечерний формат, три с половиной часа. Сколько это стоит примерно? Сколько это стоит, что-то там в районе, я могу путать, что-то типа там 25-30 тысяч. Ну, не критичные какие-то там. Нет, ещё раз повторюсь, мы сейчас ставим… Ну, вот я как собственник, у меня, например, первые потоки, они в минус ушли. Да, я сейчас даже не говорю про аренду офиса или что-то ещё, потому что глобально все эти траты, они распределяются на всю нашу группу компаний. Окей, супер. Кто захочет, пожалуйста, найдёт. Смотри, сейчас давай дадим конкретный совет, мы же сказали, что говоря про коммуникацию… Практики, да, да. Нам нужны практические вещи. У нас очень востребованная тема командной коммуникации. Да. Мы её выразили, как она у нас вот номер один здесь. Да, и более того, мы даже совсем скоро в культурном центре ЗИЛ будем делать большой перформанс театрализованный. Приглашаю тебя. Супер. Как раз посвящённый командной коммуникации. Значит, смотри, небольшая предыстория. Однажды в своей корпоративной практике я увидел, что любимые всеми классификации людей, ну типа там по цветам, диск… Брелбин и всё остальное. Да, огромное количество. Они крутые, они очень хорошие, но они слишком тенденциозные. То есть, они пытаются охватить всё, а в результате ни о чём. И так как… Вот ты начинал программу и говорил о том, что менеджмент для кого-то – это стратегия, менеджмент для кого-то – это целеполагание. Вот для меня менеджмент – это коммуникация. Поэтому мне очень хотелось найти инструмент, а можем ли мы померить и выделить какие-то характеристики, какой-то стиль именно коммуникативный. Мы начали сёрфить всю информацию, не только переводные русскоязычные, но и все там зарубежные, англо-немецкие. Что-то было подобное? Было, но там сквозило психологичностью. Исключительно психологией. То есть, мне не очень интересно интроверсивность, экстраверсивность человека в контексте именно бизнеса, потому что всё-таки бизнес накладывает определённый отпечаток. И мы 7 лет назад придумали концепцию, это были намётки, и только спустя 7 лет мы её реализовали. Это я к вопросу о том, что, ребята, если всё делать по-серьёзному, это не делается на коленках. И когда вот… Ну, то есть, представь, казалось бы, классификацию сделать, тестирование сделать, методологию прописать. 7 лет. Оказалось, это так долго. И, например, для того, чтобы составить тест, мы перебрали всех русскоязычных тестологов. Тестолог – это специалист, кто тестом разрабатывает. И тут не получилось. И мы обращались к западным специалистам, к нашим партнёрам из зарубежных университетов. В общем, давай перейдём к сути. Любая классификация основана на какой-то характеристике. У нас должны быть какие-то шкалы с пограничными значениями. Какие-то замеры. Вот мы долго оценивали и проводили опросы, что важно для менеджеров, что реально влияет на результативность KPI, настрой влияет или не влияет, открытые жесты влияют или не влияют. Оказалось, что есть три ключевые шкалы. Итак, первая шкала, мы её называем активность. Только её не надо путать с экстраверсивностью и интерверсивностью. Или проактивность – это вообще другая история. Значит, смотри, мне на самом деле без разницы, какой человек в реальной жизни, какой у него доминирующий тип общения. Я сейчас говорю только про решение бизнес-задач. Именно менеджмент. Да, я прекрасно знаю, что, например, есть сотрудники, которые, например, в процессуальной жизни, в рамках решения вопросов, они, например, очень активны, а на собрании пассивны. Они пассивны. Или наоборот. Или наоборот. Чувствуешь? Да. Поэтому меня интересует только контекст. Вот давай возьмём две эти шкалы. Итак, по одной шкале активность и пассивность. Что этот фактор, о чём он говорит? Он говорит о том, если человек активный, он смело берёт инициативу, он может вступать в коммуникацию безболезненно, комфортно. Но нельзя сказать, что активность – это хорошо. Потому, что иногда активность – это просто перетягивание одеяла на себя. Правда? Да. Ну, а пассивность – понятно. Вот возьмём собрание. Человек отсидел. Он как бы слушает, он не вступает в коммуникацию. Ему вообще комфортно в этой пассивной ситуации. Вторая шкала – целеполагание. У нас может быть высокое целеполагание со знаком плюс. И целеполагание со знаком минус. Ну, здесь, мне кажется… У меня не умение ставить цели, да? Не-не-не, смотри. Это не ставить цели. Достигать. Потому, что когда мы говорим про ставить цели и не достигать цели. Сейчас тогда поясню. Когда мы говорим про постановку цели, по сути дела это всё сводится к примитивному принципу SMART. Она должна быть там Specific, Measurable, Time Bounded и так далее. Когда мы говорим про достижение, это уже конечный результат. Мы его не можем оценивать в процессе. Это как бы факт. Вот получилось или, мы говорим, не шмогла. Это умение держать цель. Вот давай представим. Может ли быть человек позитивно активен, то есть со знаком плюс у него активность, но при этом целеполагания нет. Может, конечно. Полно таких. Поболтать. И всё время там, я, я, кто цементный завод? Я. Да. Огласите весь список. А где суть-то вообще? Ну, по сути. И мы видим, что есть люди, которые могут быть пассивны, но держать целеполагания. И, например, когда, знаете, все там начинают, например, болтать, отвлечения, подмены. Он сидит и в какой-то момент произносит всего одну реплику. Он говорит, коллеги, извините, мне кажется, мы немножко от адженды ушли. У нас сегодня на повестке дня трейд-маркетинговый бюджет. Класс? Класс. И вот тогда получается, что одна его реплика в рамках всей пассивности, она намного ценнее, чем вот эта вся болтология, пустословие и демагогия. И третье? И третий очень важный момент – это эмпатичность. Эмпатия. Эмпатия, да. Ну, что такое эмпатия, я думаю, всем понятно. Надеюсь, да. Это умение поставить себя на место другого человека, это умение проявлять сочувствие, сопереживание, умение поддержать, умение давать экологичную обратную жизнь. Ну, короче говоря, по-простому быть человечным. Буквально одну секунду, пять минут осталось, представляешь? Мы вот просто вот… Да. Я тогда завершаю. Просто смотри. Что, как это всё склеивается? Теперь вот представим, ещё раз держим в голове. Первая шкала – активность, вторая шкала – целеполагание. Целеполагание и эмпатия. Да. И у нас, получается, есть два полюса – плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус. Совокупно, ну, так вот, комбинаторика получается, у нас есть семь вариантов. Ну, например, плюс, 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 минус, минус, минус. И дальше вариации пошли. Плюс, минус, 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 плюс и так далее. В чём смысл? Какую такую глобальную рекомендацию мы можем дать? Во-первых, важно понимать, что есть вот такие крайние значения, типа плюс, 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 минус, минус, минус. Это немножко утопичная крайность. Но согласно методологии… Надо прописать. …они должны быть. Да. Если у вас люди минус, 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 избавляйтесь от них, из команды… Сразу. …даже не думая мгновенно. А теперь самый главный инсайт, который мне в своё время позволил построить эффективный бизнес и бизнес-модель, которая жизнеспособна. Мы иногда ставим неправильные задачи не тому коммуникативному стилю. Мы иногда увольняем людей, говоря о том, что у него целеполагания нет. Давай даже представим, давай в голове прям минус, минус, плюс. Смотри, у него активности нет, у него целеполагания нет, но он гиперэмпатичен. Нужен такой человек в команде? Нет. На самом деле да. Объясню почему. Такой платочек выплакается. Потому что такой человек, мы сейчас не говорим, где у тебя три человека в команде, а большая, этот человек необходим для того, чтобы был высокий моральный климат в коллективе. Если такого человека нет, конфликты внутри. Всё понял, да. То есть, получается, надо смотреть комплексно сверху и понимать роли каждого. Давай представим. Ты проводишь собрание. Какому человеку нужно дать задачу фасилитировать или модерировать? Конечно, эмпатичному. Нет. Чхать мне хотелось на эмпатичность. Это знаешь, какой стиль будет? Целеудержание, который… Это будет минус, плюс, минус. Значит, если фасилитировать, то он должен держать цель повестки. Конечно. Он не должен встревать, поэтому ему нужна врождённая вот эта в коммуникации пассивность. Он должен чётко держать цель, и он должен быть не гиперэмпатичным, потому что он должен обрывать. Эмпатичный человек будет бояться перебить, типа, ну пусть Катечка договорит. Хоть она и чушь несёт полнейшую. Понимаешь, да? Какой человек должен, например, не фасилитировать, а, например, там, я не знаю, быть инноватором, предлагать, курировать мозговую штуку. Конечно, у которого должен быть плюс, плюс, там, минус, может быть. Минус, в том числе. Без разницы. Мне даже целеполагание не очень важно. Тут даже, может, просто плюс, минус, минус может быть. Плюс, минус, минус. Чувствуешь? Чувствую, да. Потому что его главная задача – это непосредственно сгенерировать и вот этим потоком разных идей. Класс. Класс. Где почитать? Нигде пока. Мы сейчас пишем статью, мы защищаем эту методологию. Это как научная степень у тебя будет? Нет, у меня это не будет, потому что это группа методологов. А, понятно. Группа учёных. Это, условно, моя идея, но я, например, не в компетенции описать каждый поведенческий паттерн. Чтобы ты просто понимал, вот сейчас я описал эту простую концепцию «7 стилей», у нас сейчас мануал по методологии почти 150 страниц. Никита, было очень интересно. Подведём краткий итог. Да. В целом, сегодня, с точки зрения бизнеса, они понимают, что программы краткосрочные перестали работать и, во-первых, нет денег, во-вторых, нужно долгосрочные программы с конкретной темой и одна из важных тех – командная коммуникация. Бизнес понимает, что нужно постоянно поддерживать команду. Очень важно, что мы перешли к тому от негативной эксплуатации подчинённых и популярных тренингов касательно «как сманипулировать» к экологичности. Тренд имеется, не все, наверное, перешли, но тренд имеется и экологичная обратная связь. И третье, что получается, критическое мышление, которое включает в себя и рождено на топ-5 доводских, топ-3 доводских прогнозов – это решение больших комплексных задач, креативное мышление, критическое мышление. Коллеги, развивайтесь и старайтесь двигаться вперёд, поэтому всё, что мы могли вам дать, это уже, знаешь, мне кажется, на месяц работы человеку, который бы захотел в это глубже заглянуть. Ну, по крайней мере, есть над чем задуматься и опять вот сделать эту важную саморефлексию, заглянуть вглубь себя и даже элементарно оценить себя по вот этим трём скиллам. Кто вы – плюс, плюс, минус, минус, плюс, плюс и помните, что нет хорошего или плохого. Спасибо тебе огромное. Я вижу, у тебя здесь какая-то замечательная книга. Это подарок книги. Последняя книжка «Я манипулирую тобой», а в этом году выйдут две книжки по критическому мышлению и для детей, и для взрослых. Отлично, мой сын будет ждать. Большое тебе спасибо. Было очень классно. Друзья, до встречи в следующей неделе. Развивайтесь, становитесь умнее, становитесь думать критично. И, как правильно сказал Никита, заставить вас быть осознанными не можем. Включайте осознанность сами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова